привет мои творческие друзья сегодня вы узнаете что такое клячка и мы нарисуем оглашенного котика берем кусочек ватмана формат половина листа а4 я подклеиваю на двойной скотч можете сделать это по уголкам мне осталось какое-то невероятное количество гуаши нужно ее использовать поэтому будем рисовать остатками краски сделаем набросок карандашиком отделяем пол где-то одну третью одну четвертую часть листа рисуем прямоугольник закругленными краями от него вверх рисуем треугольнички ушки но второе нашли середину мордашки и рисуем грибочек носик переносицу два круга больших это будут глазки вниз маленькую черточку и улыбочку и отделим голову от тела сейчас нарисуем лапки и три пальчика раз два три смотрите чтоб лапки были одинаковые вторая лапка и наш котик будет держать большой батон колбасы рисуем овал с хвостиком заходит прямо на мордашку и сверху овал как будто срез колбаски сделаем ножки рисуем три маленьких овала с одной стороны и три маленьких овала с другой стороны и конечно же у котика должен быть хвостик наметим хвостик тоже все поправляем подтираем лишние линии лучше резиночка которая на карандаше не пользоваться взять более качественную резинку все подтираем делаем наши линии менее видимые прям прямой стороной резиночки проходим всю всю нашу картинку есть такая резинка для художников она называется клячка очень похожа на пластилин можно пользоваться всей полностью можно вот так как я разделить на пополам сворачиваем колбаской и прокатываем весь наш рисунок он становится едва едва видимым на обоях можно будет нарисовать полоски можно цветочки потому что свое усмотрение кисточки берем синтетические акриловые на свое усмотрение я буду рисовать двоечкой и пятерочкой берем зеленую краску добавляем туда немножко желтого немного синего и размешиваем получается вот такой вот цвет можно добавить немножко темного черного или коричневого чтоб потемнить получился темноватый я добавлю белого вот такой цвет пожалуй меня устроит обводим нашего котика и закрашиваем весь задний фон обои я увидела этих котов на пинтересте увы автора не помню но я в них просто влюбилась будем рисовать котиков обвели котенка закрасили сделали переходы не обязательно у нас задний фон должен быть однородного одинакового цвета добавим чуть-чуть зеленого и немножко черного на кончики кончики кисточки и где у нас падает тень от котика на обои прорисовываем вокруг котика и где переход между полом и стеной и обоями и от хвостика тоже тень падает на обои добавили немножко белого и сделали переход между темным и светлым цветом вот что у нас получилось меня вполне устраивает вытирать кисточку лучше всего туалетной бумагой промыли хорошенько кисточку и вытерю бумагой берем желтую краску добавляем немножечко белой и и немножечко водички и закрашиваем пол обводим аккуратно аккуратно котика добавили коричневого черного и зеленого должен получиться вот такой грязно-грязно-желтый зеленый цвет и рисуем тень от котика втираем втираем прямо в пол ближе к котику тень более насыщенная дальше от котика более размытая поэтому добавляем еще немножко черного на кончики кончики кисточки и под самым котиком обводим черным цветом и вот здесь у нас будет тень добавим тоже черного и отделим обои от пола готова кисточку моем вытираем берем белую краску добавляем немножечко желтого и на кончике кисточки красного получается вот такой вот бежевый цвет я хочу чтобы он был немножко серовато бежевым добавляю коричневого и даже чуть-чуть черного и начинаю разукрашивать моего кота будет серо-буро-малиновый котик прокрашиваем все полностью детки всегда у меня удивляются почему мы закрашиваем все наши наметки можно и не закрашивать можно просто разукрасить карандашный рисунок я разбавила еще красочки у меня не хватило обвела свою колбасу вернее колбасу сворованную нашим котиком прорисую лапки ну вот пожалуй и готова добавляем белый немножко черного размешиваем добавлю желтенького и коричневого возьму более тонкую кисточку кисточка двоечка и разметим опять мордашку носик два круга глазики если не можете размечать сразу кисточкой можно подождать когда высохнет и разметить все это заново карандашиком добавляем черного и сделаем под мордашкой тень прорисовываем так как будто рисуем шерстинки и вокруг глаз сделаем вот такие вот пятна синяки бедный котик наш голодный такой что аж колбасу спер из холодильника мои животные вечно такие голодные каждый поход на кухню раздается дикий мяф и гав как будто их вообще не кормит так и здесь обвели вокруг глазок берем черный и рисуем грибочек носик низ полосочку и обводим мордашку ну и можно волосинки и тень сделать черным под ротиком и под глазки чуть-чуть добавить обводим лапки темно-серым цветом рисуем пальчики и разукрашиваем полностью серым цветом пальчики можно было не рисовать можно добавить серенького на хвостик сделать тень под колбаской нарисовать треугольнички в бушках ну и подрисуйте тень там где считаете нужным над котиком можно уже прорисовать овалы лапок по три овальчика пальчики вот что у нас получилось продолжаем шкодничать нарисуем колбасу берем красный добавляем туда коричневый получается вот такой бордовый темный цвет аккуратненько обводим колбасу по краям и чуть-чуть прокрашиваем вглубь обводим овал срезок колбаски и там где у нас падает тень от лапок там прорисовываем темным бордовым середку колбаски прокрашиваем красным цветом и где у нас падает цвет прокрашиваем красным цветом получается такая объемная объемная колбаска сделаем розовый цвет даже персиковый наш красный добавили немножечко желтого и белого получился вот такой розово-персиковый цвет срез колбаски нарисуем таким цветом и там где попадает на саму колбаску свет ставим небольшие блики нарисуем глазки в наш зеленый добавляем желтого цвета и рисуем глазки два больших зеленых круга одинаковых круга добавляем еще желтого цвета наш зеленый становится еще ярче и в наши глазки по краям добавляем этого цвета потом добавили еще белого и еще сильнее подсветили наши глазки берем тонкую кисточку черную краску рисуем зрачки пока черная краска у нас на кисточке хорошенько разбавляем ее водичкой и начинаем обводить глазки нашего котика носик то есть мы обводим все контуры это легче делать жидкой краской обводим ушки всего котенка хвостик если не получается можно подождать пока высохнет взять маркер по дискам или фломастер и обвести котика полностью фломастером усиливаем тени под колбаской обводим лапки а вот теперь можно нарисовать пальчики нарисовать коготки обвести треугольнички в ушках и нарисовать полоски пусть у наш котик будет полосатый острые смотрите вершинки у наших полосочек остренькие то есть мы рисуем треугольники маленькие полосочки рисовать эта кисточка очень удобно она округла начинаем вести то от тонкого края и концу полосочки мы кисточку кладем плашмя у нас получаются сразу остренькие полосочки и я еще немножко добавлю теней под мордашкой прорисовала вот такие вот волосинки под лапками можно добавить теней и под колбаской хочу сделать улыбочку котенку прорисовываю улыбочку и на лапках нужно нарисовать тоже полосочки смотрите ведут тонкого края и к концу вложу кисточку кладу кисточку готово хочу сделать зеленые синяки под глазами у котика поэтому добавила еще черный зеленый мой серо-буро-малиновый и обвела под глазками отделю серым цветом ушки от мордашки котенка готово уже почти похоже на кота берем красную краску побольше белого добавляем желтого побольше белого подсветим лапки котенка такой бежевый цвет нижние лапки нужно подсветить нарисуем жиринки на колбаске жиринки расположены неравномерно и они разного размера вот рисуем и большие и маленькие ставим блик на носики блики на глазках один маленький в зрачки и один большой чуть пониже зрачка подсветим белым лапки мы вытираем кисточку что-то придумала да хвостик забыла вот что думал рисуем у колбаски хвостик как у шарика просто треугольничек более темным цветом потому что падает тень и от котика и от колбаски нарисовали берем белую краску и рисуем полоски на обоих полосы рисовать легче жидкой краской и осталось сделать усики такие волнистые большие усище рисуем если не видно можно взять акриловые краски гуашь с акрилом прекрасно сочетается подсвечу еще жирок на колбаске и лапки вот такой вот котик у меня получился мне очень нравится ждем пока высохнет отрываем убираем скотч и любуемся и любуемся и любымся